Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, и я квалифицированный инвестор. На этом канале я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе и об инвестициях. Друзья, в сегодняшнем видео хочу обсудить с вами рост цен. На мой взгляд, совершенно безумный рост цен, который мы наблюдаем в последние месяцы. И особенно этот рост ускорился последние недели и вот буквально дни. Дорожает абсолютно все, что-то больше, что-то меньше. И вот уже несколько таких было у меня ситуаций, когда я прям воочию с этим столкнулся. И на самом деле все это очень сильно угнетает, напрягает, пугает даже, я бы сказал. Собственно, давайте сегодня поразмышляем, насколько подорожала наша с вами жизнь, что вообще со всем этим делать. Ну и также, как обычно, во второй половине ролика посмотрим на биржу, посмотрим, что происходит с индексами, с российскими, с иностранными, что происходит с акциями, какая ситуация на товарных рынках. Ну и покажу к концу ближе свои портфели и покажу, что там у меня происходит и какая обстановка у меня. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить лайк за видео и напишите, пожалуйста, в комментариях, замечаете ли вы, ощущаете ли вы рост цен, который мы сейчас с вами проживаем. Погнали! Ну, не знаю, как у вас устроено планирование своих расходов. У меня есть примерная сумма денежных средств, которые я каждый месяц трачу. И эта сумма, она фиксированная, то есть я стараюсь за пределы этой суммы не вылазить, ну, если уж там совсем уж какие-то нечрезвычайные обстоятельства. То есть у меня есть какой-то общий доход, пассивный, активный и так далее, и он сумму моих расходов превышает. Ну, причем достаточно значительно превышает, но при этом я вот, собственно, зарплату, которую я позволяю себе тратить, сам себе таким образом плачу и регулирую. Так вот, я, собственно, потолок вот этой своей заработной платы, в кавычках, установил в начале года и, собственно, весь год стараюсь этого лимита придерживаться и буду его пересматривать в следующем году, то есть с учетом инфляции, с учетом своих финансовых возможностей, буду этот потолок поднимать. Так вот, что я, собственно, заметил? Совершенно очевидно, что протянуть на вот эту сумму, которую я заложил, становится все сложнее. И все от больших и больших вещей приходится отказываться, либо искать какие-то более дешевые аналоги, если мы говорим там про какие-то товары первой необходимости, про продукты питания и так далее. Если мы говорим про какие-то дорогостоящие вещи, то часто приходится искать какие-то скидки и акции, либо еще что-то изобретать. Ну, то есть, чтобы укладываться вот в этот лимит, ну, приходится поднапрячься, честно вам скажу. Вот, но я чисто принципиально не хочу его поднимать, хочу этот год с этим лимитом добить, но на следующий год уже придется существенно его увеличивать, потому что, ну, объективно укладываться в эти рамки уже никак не получается. Дорожает абсолютно все. По моим наблюдениям, значительно подорожала коммуналка, потому что, ну, коммуналка – это самая простая вещь, которую очень легко отслеживать. Если, условно говоря, там продукты питания или еще что-то, мы все равно так точно не можем отследить, потому что, ну, можем купить, там, например, хлеб то одного производителя, то другого, точно так же там с молоком, макаронными изделиями. Курица и так далее, то здесь рост цен, он прям заметный. То есть мы получаем квитанцию и, собственно, видим, как сильно дорожает одна и та же услуга. И вот недавно, к чему, собственно, подвожу. У нас на работе один коллега задумался о приобретении машины. Ну, там покупка такая, скорее вынужденная, потому что его машина, как ему сказал его мастер, практически скоро может потребовать очень дорогостоящего ремонта. У него там могут быть проблемы с коробкой и с двигателем. Ну, и ремонт может выйти в сумму, там, как ему сказали. У него такой мастер, который машиной занимается уже много лет, один и тот же, он говорит, ну, скоро из тебя машина может вытянуть тысяч пятьсот. И он все это дело прикинул. У него такая не первая свежесть и куга. И он сказал, что лучше тебе от нее избавляться. Ну, и вот коллега решил присматривать какой-то себе аналог, ну, и обратил взор в сторону китайцев. Так вот, друзья, я прекрасно припоминаю, как еще в начале года вполне можно было найти машину китайскую, новую, естественно, да, в пределах, ну, плюс-минус два миллиона рублей. То есть тот же, например, Haval Jolion или Coolray. Ну, теоретически можно было договориться с дилером. И даже я сам лично, у меня тоже был этап в конце зимы, в начале весны, я задумывался о смене машины. И я чисто прозванивал вообще самых разных дилеров, просто пощупать рынок, посмотреть, что почем. И вот мне даже лично менеджер готов был отдать находящийся в наличии Haval Jolion за миллион девятьсот. Что-то около того. А под заказ они могли бы привезти даже чуть дешевле, но машину пришлось бы подождать. Сейчас реальные ценники в салонах на все эти машины сильно перевалили за 2400. То есть 2400, 2500 – это практически минимальная планка, от которой сейчас можно купить нового китайца кроссовера. Вот такая ситуация. То есть коллега присматривает, в числе прочего, вот такой вот G-Tour Дашенко. Ну, много у него там вариантов. Но совершенно вот просто факт, да, что если даже 7-8 месяцев назад тот же Jolion стоил, например, миллион восемьсот, ну, миллион девятьсот, я думаю, за два можно было вообще его легко найти в наличии без проблем, то сейчас точно такая же машина подорожала примерно на полмиллиона. Теперь, что касается обычных бытовых товаров и автотоваров. Очень интересную вещь я недавно обнаружил. Покупал в магазине все инструменты, там что-то, какой-то очередной товар. И решил зайти в историю, просто посмотреть историю своих покупок. И вот, друзья, очень простая и грустная математика. Это мои покупки в этом году. То есть я их совершал в этом году. Вот давайте посмотрим, просто на бум потыкаем. Вот, пожалуйста, головка шестигранная. Мы видим, что купил я ее за 45 рублей. Это было в 23-м году, ну, по-моему, по весне. Смотрим. Сейчас эта головка стоит 54 рубля. Считаем. 54 рубля минус 45 рублей – это 9 рублей. 9 от 45 – это, друзья, 20%. Схрена ли головка российского производства подорожала на 20%? И это даже меньше, чем за год. Дальше. Отвертка для снятия установки золотников. За 50 рублей я ее брал. Переходим. И смотрим, что сейчас она стоит 64 рубля. 64 минус 50 – это 14 рублей. 14 делим на 50. Умножаем на 100%. Рост цены – 28%. Покупал я ее, по-моему, тоже по весне. Дальше поехали. Тормозная жидкость Syntec. 0,9 килограмма. Евро до 4. 266 рублей. Ценник сегодня, пожалуйста, 374 рубля. Просто офигеть, друзья. 374 минус 266 – разница 108 рублей. Это 40%. То есть на 40% подорожала тормозная жидкость. Антифриз FELIX G12+, 693 рубля, 5 килограмм. Вот он, этот же самый FELIX со скидкой. Смотрите, лучшая цена сейчас, все инструменты – 829 рублей. А если мы смотрим среднюю цену по рынку, то 932 рубля. 829 минус 693 – это 136 рублей. Цена выросла на 19,6%. Ну, считай, тоже на 20%. И вот абсолютно все, друзья. Нет вообще никаких товаров, которые бы подешевели. Ну, вот смотрите. Насадка, допустим, с адаптером на липучке. Вот 109 я ее покупал. Сколько она сейчас? 141. Круг полировальный 268. Смотрим сегодня. 313. Я вам больше скажу. Видите, слева комплекс фильтров Аквафор К3, К2, К7, 2, 569. Это именно сегодня я эти фильтры купил и забрал. Ну, купил точнее заранее, там несколько дней доставка. Но вот сегодня я их забрал. 2, 569. Почему я решил их купить? Потому что каждый год эти фильтры надо менять. Ну, у кого есть фильтр дома под мойкой, тот знает. Так вот, эти же самые фильтры в этом же самом Ситилинке я покупал, по-моему, в марте или в апреле тот же самый комплект. За 1600 с чем-то. Ну, короче, 1700 рублей. Сейчас он стоит 2, 569. И то я поймал его с акции. Если я зайду прямо сейчас, мы увидим, что он там более 2700, по-моему, стоит. Вот, смотрите. Да, пожалуйста, 2790. Это лучшая цена. А рыночная цена 2, 936. То есть почти 3000. То есть фильтры тоже подорожали, ну, процентов на 35-40. То есть высчитывать сейчас не буду. Я решил, блин, да какого хрена. Ну, в любом случае, он мне через год понадобится. Такими темпами он к следующему лету, когда мне надо будет его опять заменить, будет стоить, ну, уже, наверное, 4000, думаю. Ну, надо брать хотя бы за 2600, пока есть такая возможность. А теперь, друзья, напишите в комментариях, у кого за этот же период, условно говоря, вот за последние полгода, зарплата выросла от 20 до 40%. Есть хоть кто-то, у кого зарплата выросла настолько. Я думаю, единицы таких людей. Поэтому за ростом цен доходы наши не поспевают. Поэтому, если вы хотите пытаться сохранить ваши деньги от инфляции, вы сами видите, насколько она высокая, эта инфляция. И как сильно деньги обесцениваются. Один из лучших способов – это работа и инвестиции на бирже. Если ничего в этом не понимаете и хотите начать с нуля или вдруг инвестируете, но не получается, не можете сформировать какой-то работающий эффективный портфель, пишите мне в Telegram. У меня есть готовая инвестиционная стратегия. Я вам помогу. И там все простыми, очень доступными словами описано, рассказано. Собственно, про все активы, как их формировать, выбирать, как их группировать, какую структуру портфеля выбрать. Все подробненько, обстоятельно. Формат файла PDF. 19 страниц. Все прочитаете. И я думаю, ваша эффективность на бирже вырастет в 2 или в 3 раза. Ссылочки найдете в описании и в первом комментарии, на мой Telegram, на мой канал в Telegram. И также, друзья, не забывайте, там же в Telegram найдете кучу ссылок с бонусами, подарками от моих партнеров. Переходите, выбирайте. Куча классных банковских продуктов. И не только банковских, брокерских. С огромным количеством разных ништячков. Так, друзья, давайте смотреть, что у нас происходит сегодня. Да сегодня, в общем-то, все хорошо. Биржи сегодня растут. Америка пока не открылась. Но вот видим, пятница был плюс по Dow Jones и S&P. NASDAQ слегка просел. На текущий момент в плюсе Европа и Азия. Азия, в плюсе Futsi, CACDAX, японский Nikkei, австралийский SX, Китай плюс 1,5. Китай, кстати, сегодня лидер по росту. Ну и российский рынок тоже подрастает. РТС плюс 0,36. Индекс Мосбиржи плюс 0,78%. А вот на товарном рынке больше красных позиций. Золото в нуле. 1939 долларов стоит тройская унция. Дешевеет серебро, платина, алюминий, медь и никель. В плюсе Палладий, нефть минус 0,03. Бренд стоит 88 долларов 51 цент. Ну и опять же продолжается этот медленный ползучий рост валюты. У меня, знаете, какое ощущение складывается? Как будто, помните, Форт Боярд программа. И там был такой конкурс у мастеров теней, когда участники вытягивали на указательной руке. На вытянутой руке, извиняюсь, на указательном пальце держали груз. И кто первый, собственно, опускал этот груз, тот и проигрывал. Вот мне кажется, Центробанк сейчас держит как раз в вытянутой руке такой груз. И рука уже трясется, уже затекла, тяжело. Но пока еще рубль держится, но все равно видно, насколько сложная вот эта механика. И насколько тяжело этот курс сейчас на таком уровне фиксировать. Если бы сейчас, допустим, ставка не была у нас 12%, если бы Центробанк не заявлял о новых валютных ограничениях, я уверен, что мы бы давно уже с вами жили при долларе 100+. И не удивлюсь, что это в ближайшее время может случиться уже в этом году. Я просто не вижу, какие еще механизмы может использовать ЦБ из тех, что он еще не использовал. Чтобы, с одной стороны, и экономику не разломать, все в дребезги. И чтобы этот курс каким-то образом зафиксировать. Евро плюс 0,42, 104,65. И юань плюс 0,35, 13 рублей 30 копеек. По индексу Мосбиржи сегодня с большим отрывом лидируют акции РусАгро плюс 10,4, РусАл плюс 3,6, ВК плюс 3,5, Тинькофф плюс 3,2, Глобал Транс плюс 2,2, Озон плюс 1,9, Россети 1,9 и Норникель 1,8. В минусе одна единственная бумага на момент моей записи. Это НЛМК, да и то минус чисто символически, минус 1,1%. За месяц пятерка лучших российских акций. Это Мосбиржи плюс 31, РусАгро плюс 20, Транснефть плюс 14, Лукоил 12 и Татнефть-Префы плюс 12. Аутсайдер Аэрофлотен, НЛМК, Алроса, ФосАгро и аутсайдер всего месяца. Это Сегежа минус 4,3. Вот, друзья, та самая ползучая девалюация рубля, о которой мы говорим. Вот примерно с 18 августа тогда в низшей точке у нас был доллар 92,8. Но потом экономика взяла свое и постепенно, медленно, не шоково, да, скажем прямо, то есть народ не нервничает. Ну, растет потихонечку доллар, да и растет. Вот, и все, в общем-то, хорошо, все всех устраивает. Если говорить про мои результаты, август у меня получился неоднозначный, очень было мощное начало. Вот как раз в этом моменте, когда доллар перевалил за сотку, у меня портфель очень сильно прибавил за счет валютных активов, потом очень сильно упал за счет ослабления валюты. Но в итоге месяц я закрыл неплохим результатом. У меня по месяцу получилось, по-моему, плюс 1,3. А вообще у меня результат вот в этом году с января по август плюс 9,3. Где-то так. Ну, надеюсь выйти в профит где-то в плюс 13 годовых. Посмотрим, какая у нас будет инфляция. Официальную инфляцию, мне так кажется, Центробанк будет нам продавать что-нибудь в районе 7, максимум 8 процентов. На отдельной категории товаров, как мы только что увидели, инфляция значительно больше. Но, сразу скажу, я не настаиваю, да, я не утверждаю, что у нас 20% инфляция на все. Конечно же нет. Есть категории товаров, которые действительно дешевеют. Продукты питания, например, сезонно многие дешевеют, овощи и так далее. Но если смотреть на какие-то определенные вещи и выдергивать их из контекста, то инфляция, конечно, ужасает и шокирует. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, как с этим предлагаете бороться, как спасать деньги и вообще, как жить дальше. Все, хорошего вечера. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok